В чем мотивация вообще того, чтобы использовать какую-то внешнюю память? То есть до этого все, что мы рассматривали, и весь анализ наш происходил на том, что у нас есть некоторая оперативная память, в которую мы можем в любую ячейку обратиться, соединиться по номеру и что-то понять, прочитать данные. К сожалению, такую память нельзя создать слишком большую, потому что, ну, в отличие, например, от жестких дисков, эта память, она пока, как только электричество, например, закончится, она инвалидируется, и просто мы не сможем ничего прочитать, потому что она потеряется. И много таких штук нельзя сделать, но просто дорого, потому что нужно, да, на каждую штучку по какому-то физическому устройству, и это, ну, просто пока люди это не сделали, это не стоит того. А внешне, ну, какие-то другие виды памяти, ну, например, там жесткие диски, SSD, они настроены по-другому, но у них есть, у них есть свои преимущества и недостатки. Ну, например, что данные, если что-то записали, то они там хранятся, даже если у них нет электричества, потом можно прийти и прочитать. Недостатки же, ну, еще преимущество, что их можно сделать, естественно, большими, и это не так дорого, как делать оперативную память, если с большой. Из недостатков, ну, например, что поискать конкретное место на таком диске, оно бывает сложным. Например, жесткий диск устроен так, что там круглый, видимо, диск, есть головка, она так крутится с какой-то скоростью, не очень сильно большой. И если вам надо какие-то данные найти, которые вы не знаете, где расположены, но при этом говорите жестким диску, вот, найдите мне там данные, и он начинает крутиться, там и искать. Ну, и много раз, ну, например, наверное, видели, что там какие-то жесткие диски 21 века, они там делают порядка, ну, такие стандартные, где-то там 7200 оборотов в минуту. Ну, это там на 60, если поделить, сколько в секунду? 120, да? 120 оборотов в секунду. И вообще говоря, если вы хотите данные поискать, то больше, чем 120 раз поискать данные в случайном месте у вас не очень получится. Поэтому можно примерно оценить, что поиск места, из которого читать на жестком диске, это примерно 10 миллисекунд. то есть одна сотая секунда. И при этом, если у вас данные найдены, то прочитать файл не стоит большого труда, то есть жесткие диски, они достаточно быстрые, там, всякие эти порты, которые читают, которые под жесткие диски сделаны, всякие SATA и так далее, они там в гигабитах в секунду измеряются. И при этом прочитать много данных, это, конечно, не так быстро, как из оперативной памяти, но достаточно хорошо. То есть вы можете за секунду там прочитать несколько сотен мегабайт. Спокойненько, со современных устройств. Вот. Ну, записать там меньше, наверное, но в целом сотни мегабайт в секунду вы можете прочитать. И это хорошо, скорее. Вот. С оперативной памятью все устроено по-другому. Оперативная память, если изучить, ну, насколько я помню, вы можете к оперативной памяти там, ну, пообращаться к случайному месту очень много раз. И примерно, ну, наверное, ну, возможно, в современной оперативной памяти уже быстрее, но примерно порядка 100 нс. То есть это 10 минус 7 секунды. Но вообще говоря, там есть некоторые сложности с тем, чтобы сделать это число быстрее, да, наверное, где-то начинаются проблемы со скоростью света. Что если у вас как бы просто надо устройство, понятно, там скорость света и там длина какая-то, которые данные проходят, ну, надо делать просто устройства слишком маленькими, чтобы еще ускорить некоторые вещи. Вот. Ну и вот 100 на секунду, 10 седьмой. В целом 10 седьмой раз обратиться в случайное место оперативной памяти достаточно круто, но на самом деле, вот, наверное, вы замечали, вы там пишете программу, на самом деле программа, она может на много больше раз обратиться, но в целом это происходит потому, что есть некоторый кэш, который уже на процессоре держит некоторые кусочки памяти. И странички. Ему не надо каждый раз идти в оперативную память, чтобы с нее прочитать эти данные. Но в целом, если вот каждый раз читать, то вот примерно такие числа получаются. Ну и тут 10 минус второй, да, это 10 минус седьмой. В пять порядков отличается, вообще говоря, как мы читаем жесткого диска, как мы читаем с оперативной памяти. Ну и если про скорость, наверное, чтения с оперативной памяти, тут там тоже на самом-то деле, как и на жестком диске, поиск занимает больше времени. То есть мы, если хотим прочитать, это достаточно быстро будет читать. Там тоже какие-то гигабиты в секунду очень большие. Я даже, наверное, возможно, даже больше. То есть я не очень помню, какое именно у нас время здесь. Ну, здесь сотни мегабит в секунду. Но это нам будет важно просто. Ну, порядок, который здесь, как бы поиск от чтения, он не такой большой, как различие порядка на жестком диске от поиска и чтения. То есть все-таки, ну, если здесь мы там сотни мегабит читаем, то здесь, наверное, сотни мегабайт, наверное, порядка дик... Ну, нет, наверное, сотни... Ну, если про жесткие диски говорить, именно сотни мегабит, да. То есть если про hard disk, как бы, а не SSD, наверное, SSD побострее будет. А если по оперативной памяти, то это какие-то десятки гигабит, наверное. То есть вот здесь, видите, в 100 порядка получается, а здесь в 100 тысяч. Поэтому, как бы, различие между устройством видно, что в одном сильно медленнее поиск, чем в другом, относительно, как бы, вот скорости чтения. То есть поиск здесь важен. То есть если здесь мы на поиск как-то забивали, то здесь на поиск не очень хорошо забивать, потому что это мы вообще сто раз за секунду только можем поиск качественно на жестком диске. Ну, собственно, идея в следующем. В чем, как бы, наша модель устроена? Ну, тогда нужно сделать так, чтобы у нас чтения было не очень много. А читать по, как бы, поиск делать это дорого. Поэтому можно сделать следующим образом. Можно попытаться сказать, что раз мы что-то поискали, то давайте мы, как бы, так данные положим, что при этом, поискав, мы прочитали достаточно много данных. То есть чтобы у нас боттлнеком не был поиск, нам нужно, чтобы мы при каждом поиске читали примерно столько информации, чтобы это занимало примерно одинаковое время. И поиск, и чтение. Потому что если поиск будет сильно дольше, чем чтение, то, значит, мы просто бесполезно искали. Ну, и, в принципе, если мы хотим оценивать некоторую, мы сейчас будем оценивать некоторую асимптосику, то, что мы поискали, а потом прочитали, если читаем сильно быстрее, то, вообще говоря, это чтение, оно никак не влияет на наше некоторое специфическое поведение. Вот, поэтому просто будем считать, что мы читаем помногу сразу. Ну, и, в общем, модель внешней памяти, она устроена следующим образом. Для нас устроена следующим образом. У нас есть некоторые вычисления на процессоре. Ну, вообще, у нас, как у нас была рам-модель? У нас были некоторые вычисления на процессоре, и мы могли обратиться к памяти, прочитать и записать память. И за единицу мы могли ячейку прочитать, за единицу ячейку, там, машинное слово записать, и за единицу некоторые операции на процессоре сделать, которые не относятся к памяти. Здесь модели внешней памяти. Первое. Все операции на процессоре будут бесплатны за ноль. Просто потому что процессор, он сильно быстрее, чем, ну, вот, то есть, ну, мы это не будем учитывать, потому что нам надо некоторым образом текущие вот те алгоритмы, которые для внешней памяти выбирать, у нас будет цель соптимизировать, чтобы было поменьше поисков. То есть процессор за ноль, и есть некоторое чтение. Чтение из оперативной памяти у нас обычно будет следующим образом устроено. То есть у нас есть внешняя память, то есть внешняя некоторая память. Есть какая-то внутренняя память, то есть некоторая RAM. Ну, так его назовем, но смысл в этом, что это внутренняя память, и мы в нее будем за бесплатно ходить, в эту память. Ну, и, собственно, здесь там CPU, да. Ну, и вот нас будет интересовать, как данные ходят между внешней памяти и нашей, как бы, внутренней памятью вместе с процессором. То есть вот мы живем здесь, у нас здесь все бесплатно делать. Вопрос, как нам жить с внешней памятью. Ну, и, собственно, у нас есть два вида, как бы, операций. Чтение и запись. Ну, на самом деле и чтение, и запись в себя, как бы, заключают, что нам нужно найти сначала место, откуда прочитать, потом вот тут прочитать. Если хотим записать что-то, надо найти место, куда записать, и туда записать. И то, и другое, оно будет происходить следующим образом. Ну, то есть мы, если хотим прочитать, то мы ищем место, откуда прочитать, а потом читаем B-байт. Давайте так считать. Мы читаем блоками размера B. То есть мы хотим прочитать, то мы читаем B-байт. Если записать, мы хотим, то мы записываем B-байт. При этом у нас есть память. Память размера M-байт. Ну, M будет, ну, несколько больше, чем B обычно. То есть мы не будем, как бы, рассказывать, мы не будем, ну, какие-то конкретные ограничения ставить, на то, какое может быть M, но важно, что M сильно, ну, не сильно больше, но несколько больше, чем B. Ну, например, на практике у нас M — это некоторые гигабайты, да, а B у нас будут, ну, мы сейчас посчитаем, у нас получится, что это какие-то несколько мегабайт. То есть это вот в тысячу раз, на практике это точно отличается. То есть здесь есть достаточно, как бы, кусочков по B. Вот, M, B, и все. Ну, и дальше, дальше, как бы, решение в такой модели, оно считает следующее. Сколько мы чтений и сколько записей сделали, то есть мы за единицу времени можем либо записать B-байт во внешней памяти, либо прочитать B-байт из внешней памяти, но B-байт обязаны идти подряд. То есть B-байт обязательно должны идти подряд в этой внешней памяти. Потому что иначе нам, мы из-за один поиск не сможем, что сделать. Все, вот такая у нас внешняя память. И хочется в этой внешней памяти некоторые задачи решить оптимально именно для внешней памяти. Ну, и давайте, наверное, сразу же вторую модель сформулируем. Вторая модель, она чуть более строгая. И она, скорее, она придумана для того, чтобы такое понятие, как кэш, развить. Потому что, как я сказал, вот, например, с процессора, когда мы читаем, на самом деле, мы можем сильно больше, чем 10-7 штук прочитать часто. Просто потому что, если мы читаем подряд, то это в кэше в процессоре уже хранится, и там можем делать. В каком-то смысле RAM является кэшом для внешней памяти. Мы туда можем что-то сохранить и сделать. На самом деле кэш, он работает более-менее автоматически. То есть в модели внешней памяти наш алгоритм будет сам управлять вот этой памятью RAM. То есть мы будем, когда мы, как бы наш алгоритм скажет, давайте мы прочитаем здесь какой-то блок СБ, мы его в конкретное место сами положим. Кэш, процессор, он не так устроен. Он все там автоматически происходит. Там у каждого кусочка памяти есть свое место в кэше. И, в принципе, если его надо в кэш записать, а там уже что-то лежит на его месте, то это просто выбрасывается из кэша. И этим никак программа не управляет, а управляется это автоматически. Ну и вообще все способы там делать кэши, они обычно про то, то есть когда говорят кэш, имеют в виду, что что-то управляется автоматически. То есть есть некоторый алгоритм. Ну, например, там есть алгоритм. Ну, как делать процессор, собственно, делает некоторым образом для каждого, ну, то есть он берет всю память, весь RAM, делит ее на страницы некоторым образом. Ну, как на страницы делят? Ну, например, первые там 4 килобайта – это нулевая страница, следующие 4 килобайта – это первая страница и так далее. Вот. А после этого в CPU есть какие-то кэши, ну, там еще несколько уровней, но неважно. Вот есть какой-то кэш, он вмещает в себя сколько-то страниц. Ну, и при этом он как-то по… Ну, например, если номер страницы там делится, там, ну, предположим, что в кэше там, не знаю сколько, 1024 страницы. То есть там 1024 на 4, то есть 4 мегабайта кэша. Тогда он… Все страницы, у которых номер делится на 1024, он кладет в нулевую ячейку кэша. Все страницы, у которых при делении на 1024 единичка, номера этих страниц, он кладет в первую ячейку и так далее. То есть некоторым образом он так определяет. Называется это ассоциативность. То есть некоторые ассоциации есть между номером страницы в кэше и номером… Ну, как бы каждому номеру страницы в RAM соотносится некоторый номер страницы в кэше. И одну и ту же страницу в кэше могут занять много ячеек, ну, в смысле, много страниц в RAM, но не одновременно. То есть если кому-то захотелось пойти в кэш, то старое просто удалится. Ну, и она… А так автоматически менеджится. Ну, есть всякие способы более умные делать кэш. Я про них не буду подробно рассказывать, но, собственно, там есть такой способ LRU. Это… ну, такой способ. Просто мы смотрим из всего, что в кэше осталось, какая из вещей использовалась последний раз раньше всего. Ну, наверное, она не нужна. Ее выбросить. Еще есть first in, first out кэши. Это, собственно, очередь. Ну, просто в очередь кладем элементы некоторые, которые, если нам надо поиспользовать, мы кладем в очередь. Если очередь переполнилась, то мы удалим тот самый первый положенный. Вот. И в целом вот такие кэши уже используются… Они не используются на железках, потому что на железках сложно такие штуки реализовывать. Но именно в ПО, когда вы пишете кэш-софт, вот они такие кэши используются. Ну, это так чуть-чуть покажу. Просто название, чтобы вы понимали. Ну, а вторая модель, собственно, нужна, чтобы некоторым образом рассказать про алгоритмы, которые хотят делать, чтобы кэш работал оптимально. Ну, смотрите, есть такая штука, как… Ну, наверное, вы уже слышали? Кэш-мисс. Это промах в кэше. Промах в кэше. Кэше, да. Что такое? Ну, вот когда ваш процессор хочет какую-то ячейку памяти прочитать, он сначала как-то определяет, есть ли эта ячейка в кэше. Вот когда ее нет в кэше, это называется кэш-мисс. То есть он промах в кэше, значит, в кэше нет такой элемента. И каждый раз, когда кэш-мисс случается, надо пойти в оригинальное место, где она лежит, и добавить это в кэш, и потом из кэша прочитать. Собственно, вот хочется, чтобы кэш-миссов было не очень много. Каждый раз, когда делается кэш-мисс, надо сделать на какой-то вот такой внешний относительно нашего кэша памяти поиск. Вот на каждый кэш-мисс так делать нужно. Ну, для нас кэш-мисс — это вот если про внешнюю память поговорим, для external memory можно в каком-то смысле RAM назвать кэшом, вот кэш-мисс будет, если у нас какого-то элемента здесь нет. Так вот, модель, вторая модель называется, ну, я, наверное, на английском популярную, сложно мне, в общем, сказать, как на русском ее называют, но перевод, собственно, этого, что... видимо, про то, нужно забыть, как устроен кэш, и модель, короче, она не смотрит на то, как устроен кэш. В общем, смысл такой. Сейчас расскажу, что это значит. Просто кэш-обливис модул. Так называется. Собственно, это примерно то же самое, что внешняя память, но мы не знаем значений M и B. То есть мы... Наш алгоритм, который мы будем делать, он не знает значений M и B. Но при этом мы хотим, чтобы наш алгоритм все еще выполнял не очень много чтений и записи размера B. И второе, мы сами не управляем оперативной памятью, потому что мы не знаем никакой M и B, она управляется автоматически. И считается, что как бы... Ну, так как эта модель теоретическая штука, считается, что кэш управляется оптимально с точки зрения, что он может смотреть в будущее. То есть он знает, какой элемент будет использоваться, какие элементы будут использоваться в будущем, и с этого точки зрения оптимально те элементы складывает в кэш, которые может. Ну, вот. Ну, казалось бы, слишком мощная такая модель, потому что она знает в будущее что-то про кэш и сама все складывает. То есть это все теоретическое. На практике мы просто... Наш алгоритм, он не будет никак с этим работать, а просто он будет считать, что у нас как бы реализован уже этот кэш на какой-то на железном уровне или про персональной системе, и она сама там его менеджит. А мы хотим посчитать, что... Какие алгоритмы хорошие, когда есть кэш, но при этом мы не знаем, какой кэш. Вот. Ну, на самом деле там есть некоторая теория на тему того, что LRU и FIFO кэши, они на самом деле не более чем в два раза хуже, чем идеальный кэш, который смотрит в будущее. И так как это так, то статистическое время реальных кэшей, существующих, и каких кэшей невозможных, потому что, которые смотрят в будущее, они на самом деле не сильно отличаются. То есть там вроде бы... Если дать в два раза больше памяти для кэша, то вот эти будут работать не более чем в два раза дольше, чем идеальный кэш. То есть есть некоторые такие наработки. Ну, это на самом деле не очень сложно показать. Построить как бы как... Что для всех примеров, если вы будете там обращаться, то такие примеры не более чем в два раза хуже будут работать на кэше размеров в два раза больше. Но можете попробовать подумать об этом отдельно. Мы же обсудим... Давайте какие-нибудь примеры. Давайте к внешней памяти вернемся. Потом, когда кэша-бливис модель вернемся, я еще раз напомню, что это значит и как, собственно, это происходит. Собственно, во внешней памяти. Ну, давайте какой-нибудь первый алгоритм. Сегодня у нас будет более-менее теоретическое такое. То есть мы не будем подробно рассказывать, как там все реализуется, но в целом внешняя память обычно там... Ну, то есть там как на практике все устроено в какие-то файловые системы, и там, наверное, есть какие-то файлы, вы читаете. На самом деле все можно ниже уровнем пойти. В целом, если вы умеете, если там умеете программно как-то пользоваться, я не знаю, даже драйвером там какого-нибудь жесткого диска и там читать прямо то, что написано, без всяких файловых систем, в целом это нас мало интересует. Важно, что мы просто умеем как-то читать с диска. Как вы читаете с диска, все потери на чтение с диска не интересуют. Вообще говоря, у жесткого диска, например, есть тоже свой кэш какой-то, который там в жестком диске находится. Там специальная железка, которая не читает самого диска, а у нее есть некоторый кэш, который быстрый. Более того, если вы в какой-нибудь операционной системе, там в Linux, и у вас много оперативной памяти, то они умеют сами кэшировать, использовать ту операционную, оперативную память, которая не используется, под кэш жесткого диска. То есть все вот это как бы многое сделано, и поэтому, собственно, компьютер работает быстро, а не вот 10 миллисекунд на одно обращение. Вот, поэтому как бы мы все это откладываем, у нас как бы мир, мы будем жить в теоретическом мире, в общем. Вот. Ну, просто потому что, если мы какую-нибудь модель формулируем и хотим в этой модели что-то пообсуждать, нам нужно как-то модель формализовать, в реальном мире все не так. В реальном мире там данные всякие случайные, или наоборот. В реальном мире… Ну, и вообще говоря, в реальном мире, если так, как бы курс алгоритмов, на самом деле в реальном мире большинство алгоритмов, они не нужны просто потому, потому что данные… Ну, во-первых, потому что такие задачи не нужно решать, это первое. А во-вторых, а во-вторых, а во-вторых, данные, которые обычно появляются, на которых нужно решать, ну, то есть, например, никогда не бывает… Никогда у вас не получится дерево глубиной 200 тысяч, наверное, ни на каких реальных данных. Да, вот. Или что-нибудь такого. То есть, там обычно работают какие-то методы, похожие на те, которые мы обсуждаем, но при этом, возможно, переделаны под те данные, которые есть. Вот. Что дальше? Давайте первая задача. Первая задача называется Scan. Задача очень простая. Есть. Ну, давайте так. Для простоты. Записан массивчик чисел. Подряд. Вот так. А1, там А2, там АН. Посчитать сумму чисел, например. Так. Ну, наверное, как это делать, все знают. Надо просто брать и начать читать. Ну, начать читать слева направо. Собственно, у нас как более детально устроено во внешней памяти это, ну, это следующим образом. Мы берем, читаем первый B-байт. Это какой-то порядка B-чисел. Мы их прочитали, просуммировали, потом прочитали следующий B-байт. Это тоже порядка B-чисел и так далее. Они во внешней памяти лежат. Как бы весь смысл, что они не в оперативке лежат, а где-то во внешней памяти. И мы хотим вот так сделать. Ну, и получается, что мы можем их прочитать за n делить на B. Ну, вот здесь n делить на B. Тут, короче, число такое. На самом деле его надо округлить. То есть, вот это число n делить на B, оно самое меньше получилось, чем надо. У нас-то оно сработало за n делить на B округленный верх. Но конкретно здесь у нас от этого о большой сильно не пострадало, пока n достаточно большое, да. Но вообще говоря, там есть места, где она может пострадать. Но, наверное, такие алгоритмы мы не будем обсуждать. Вот. Но иногда это важно. Что именно это округление есть. Но пока мы не будем не будем писать округление, когда ну, чтобы проще просто было. Ну, вот скан за n делить на B. Ну, и вообще говоря, большинство алгоритмов мы хотим как-то сделать так, чтобы они все-таки поделились на B. Считать долго. То есть, если раньше у нас там для больших данных работало, а теперь у нас стали данные еще больше, и что они не помещаются в память. Если они за столько же как бы поисков в диске будут работать в основном при этом в 100 тысяч раз медленнее, это нас не сильно устроит. Все-таки хочется как-то B. А вот это B, оно, а, кстати, мы не посчитали, сейчас посчитаем, а B, оно порядка нескольких мегабайт. Ну, собственно, почему B порядка нескольких мегабайт? Ну, смотрите, за секунду здесь мы можем, ну, давайте так, за 10 миллисекунд сколько можем здесь прочитать? Ну, примерно 1 мегабайт. Вот, поэтому вот, примерно порядка мегабайта будет B. Побольше даже, это получше будет. На самом деле, видимо, вот эти данные, они 100 мегабит в секунду это устаревшие данные. То есть, там всякие SATA порты, они 3 гигабита в секунду, SATA 2 вроде, 3 гигабита в секунду, насколько я помню. Ну, порт это одно, а жесткий диск это другое, а там жесткий диск, мне тоже кажется, что порядка гигабит в секунду умеет уже читать, SSD-шки, в смысле, вот эти. Ну, а гигабит в секунду это не 100 мегабит, а 1000 мегабит, 100 с чем-то мегабайт даже в секунду. Поэтому, на самом деле, здесь получается, а, здесь как раз получается порядка нескольких мегабайт. Вот, потому что 100 мегабит это, короче, маленькое число, потому что это за 10 миллисекунд 1 мегабит, это меньше, чем мегабайт, получается, 100 килобайт. Поэтому, это не то, что очень много. Вот, ну, просто B, несколько мегабайт. Ну, там, 4 мегабайта. Вот, ну, поэтому здесь несколько миллионов раз, да, то есть, если у нас N, например, N1012, это что такое? У нас какие-то... Что такое 1012? 109, это гигабайты, да? 1012 терабайт, что ли? Массив терабайт, размер. Ну, вот, за миллион обращений к диску мы сможем сделать порядка, а миллион, это миллион обращений к диску, ну, это что-то не очень хорошо, конечно, 110 тысяч секунд, ну, три часа, ну, вот, за три часа терабайтный массив можно сложить. здесь порядок. Не очень хорошо, конечно, но терабайтный массив, конечно, сложить, терабайт прочитать, это как бы, скан это прочитать с диска, терабайт с диска прочитать, что с ним сделать, это, в общем, не очень-то легко. Ладно, вот скан, хорошо, ну, есть точно такой же скан, только наоборот записать, как бы, вот это мы прочитали, как бы сумма здесь была дана, так для, не очень смысла не был, как бы, просто оперативная память все там за ноль сделалось. Кроме скана есть еще print, ну, просто записать данные. Вот записать данные, как устроено, но мы хотим записать данные. Чтобы записать данные, нужно записывать блоками по B, нужно сначала данные эти где-то образовать. Все данные сразу, мы не можем куда-то положить, а потом их записывать. Надо было поблочно, то есть мы создаем некоторый буфер в оперативной памяти. Туда сначала складываем первый блок, его записываем в, как бы, на жесткий диск. Потом следующий, потом этот буфер как бы очистился, потому что его записали, мы в него снова так кладем элементы. Как только он заполнится, мы его снова записываем в внешнюю память и так далее. Ну и вообще говоря, вот с этими буферами так примерно не устроено. То есть если у вас нет буфера, то с жесткого диска читать или писать долго. Поэтому всякие там все библиотеки, которые читают что-то с диска, пишут что-то с диска, они пытаются как-то с буфером это делать. Ну и там у всех этих функций, даже системных вызовов read, там у них есть, они как бы спросят вас, а сколько вам надо прочитать сразу. Не по одному читает, а сколько сразу прочитать, потому что по одному читать долго. окей. Ну и такие интересные как бы задачи записать. Давайте уже перейдем к интересным задачам. Ну, давайте задача интересная. Задача похожа на двоичный поиск. Вот у нас, пусть у нас на диске записаны данные, и они упорядочены. Они подряд так записаны, упорядочены. То есть нам задан массив a1 меньше a2 и так далее меньше aN. Пока я сотру, чтобы не путать и не пугать. И хочется отвечать на запрос а где же лежит элемент x? Ну, возможно, понятно, тут можно формулировать задачи несколькими способами. Например, с каждым aIt еще в паре лежит какое-то значение, которое мы хотим узнать, например, или что-нибудь такое. Но в итоге задача найти элемент в множестве элементов она возникает часто. Ну, и как бы мы вот хэштаблицы изучали. В принципе, хэштаблицы, наверное, конкретно вот к всей этой внешней памяти они даже хорошо, наверное, подходят. Вот. А давайте про упорядоченные данные поговорим. Тут не все так очевидно, но это можно как бы исследовать более подробно. Если мы будем делать двоичный поиск, как и раньше, то как быстро это будет работать во внешней памяти. Давайте потренируемся. Ну, вот если, ну, как говоришь, либо искусуем, мы там серединку тыкаем, смотрим, больше-меньше, потом переходим и так далее. Ну, вообще говоря, мы делаем, ну, так, если грубо оценить сверху, то мы делаем логарифм n по основанию 2 поисков на жестком диске, да, потому что мы тычем в рандомное место, они как бы не рядом. Ну, на самом деле, в конце они рядом, когда мы, когда наш диапазон поиска, он порядка b, они уже рядом. В целом, там можно что-то сделать, но это будет, ну, то есть, если совсем грубо оценить, то это не больше, чем логарифм по основанию 2 от n, но если вот как бы посмотреть, когда стало b, массив порядка b, там уже за одно чтение у нас все сделается, поэтому там будет логарифм по основанию 2 от n n делить на b. Вот так вот, да. Ну, это на самом деле, как бы по разности, это логарифм по основанию 2 от n минус логарифм по основанию 2 от b. Ну, вот при росте n это все еще растет, как логарифм n. минус какая-то константа для нас. Вот. Ну, вот что удивительно, как бы двоичный поиск, как раз он не дружится с внешней памятью. И это просто хороший пример того, что не дружится с внешней памятью. Но есть методы лучше. Собственно, наша цель сейчас будет получить, зачем я вниз, но не важно, наша цель будет получить оценку в логарифм n по основанию b. Это лучше, но просто потому, что это логарифм n делить на логарифм b. И это все еще на константу, конечно, поделили. Но у нас везде на константу как поделено, но важно, что мы можем видеть разницу между этим и этим. То есть логарифм b достаточно это некоторая большая штука. То есть мы в 20, ну, например, если мы как бы конкретно здесь рассмотрим, мы в порядка 20 раз будем меньше сделать поисков. А в 20 раз меньше поисков, знаете, за секунду мы в 5 раз больше будем успевать. Ой, нет, я что-то, короче, чушь сказал. В 20 раз больше будем успевать. А? Откуда оценка возьмем? А, откуда оценка возьмем? Сейчас мы еще это обсумим. Собственно, это я просто анонсирую. Как сделать такую оценку? Сделать такую оценку нужно следующую вещь. Следующая вещь под названием b-дерево. b-дерево это такая штука, которая очень похожа на 2-3 дерева. Только там не 2, не 1 или 2 ключа в вершине, а от b до 2b ключа в вершине. На самом деле нас интересует статическое дерево. Нам не интересно добавлять, там удалять. Нам нужно только построить это дерево, где-то на жестком диске сохранить, а потом это дерево никак не будет меняться. Поэтому у нас просто ну давайте все еще будет там от b до 2b ключей. Не важно. Ну как его построить? Это мы обсудим. Давайте пусть у нас есть такое b-дерево. b-дерево, собственно, такое дерево поиска. У него в каждой вершинке от b до 2b ключей. Ну, соответственно, там детей от b плюс 1 до 2b плюс 1, да? В каждой вершинке здесь заново сколько-то этих штук и так далее. И все листья на одном уровне. Вот глубина у такого дерева она как раз логарифм n по основанию b. Так, количество еще раз. Количество листьев и количество детей на 1 меньше, на 1 больше, чем число ключей, да? На самом-то деле вот то, что ну можно чуть переформулировать штуку, которую я которую мы обсуждали при 2-3 дерева. У нас 2-3 дерева ключи хранились как в листьях, так и во внутренних вершинах. На самом деле можно немножко переделать такие деревья, а хранить данные только в листьях. Как переделать? Надо между каждыми двумя элементами соседними добавить по одному значению. Ну, например, максимальный из них просто добавить. Тогда у нас мы в листья положим все значения, которые были, а вот не в листьях в них ключей ровно столько, сколько в листьях минус 1. Потому что каждый элемент он разделяет некоторое множество ключей на 2 части. Можно так просто показать. И на самом деле можно вот сюда фиктивные ключи положить, которые просто это какой-то ключ между как бы соседними аито и аи плюс первым. Ну, например, какой-то из них аи плюс первое можно себе класть. И тогда, если у нас меньше, чем аи плюс первое, идти влево, если больше на аи плюс первое идти вправо, ну и там мы сможем найти аи плюс первое. Больше равно. Мы идти вправо и там мы найдем аи плюс первое. То есть более-менее деревья эквивалентны, просто мы в 2 раза больше ключей храним. Ну а тогда вот конкретно вот здесь будет проще с тем, что наши все данные, которые нужны нам, которые мы ищем, они в листьях будут храниться. У этого просто будет небольшой профит. Просто мы увеличили массив в 2 раза для того, чтобы наши все элементы они в листьях сохранились. Еще раз, вот если у нас было старое дерево, давайте все ключи, между каждой парой ключей добавим еще один, вот сюда добавим еще а второе, сюда добавим а третье и так далее. Стало 2n минус 1 ключей. Да, и теперь я думаю, что можно несложно доказать, что все ключи на нечетных местах, которые уже были, они в листьях окажутся, все ключи на четных местах они во внутренних вершинах окажутся. Ну, если мы начнем здесь, вот самый минимальный элемент он в листе. Мы влево, влево влево идем, минимальный элемент. Потом у него есть родитель, для которого он левый ребенок. Это второй ключ. Третий ключ это тот, который в листе. Дальше там снова есть у этого родитель и так далее. Потом вершина закончится. Но вот первые сколько-то у них действительно нечетные в листьях, а четные не в листьях. Дальше. Следующий элемент четный, он будет где-то родителе в родителе. А следующий элемент будет в листе. Потом снова в листе. Вот если вы такой обход напишете, обход, который обходит сначала левое под дерево, потом вершина, потом правое под дерево, у вас каждое четное будет во внутренней вершине, каждое нечетное будет в листе. Нет, вот здесь ключей ровно на один меньше, чем в листьях. Но это несложно получается. Я думаю, что мы уже с 2-3 дня разбирались, легко сами разберетесь. Просто я не хочу на это внимания. Просто вот есть такое дерево. Важно, что есть такое дерево, в нем сколько-то ключей, ну, 2n или n, у нас с точки зрения стойки неважно, просто сколько-то ключей. Пусть есть такое дерево. Теперь его высота, она логарифм n по основанию b, потому что у каждой вершины есть хотя бы b детей. Всего n ключей порядка, поэтому логарифм n по основанию b у нас высота. Теперь, как происходит поиск в таком дереве? Как происходит поиск? Ну, сначала мы смотрим корневой список вершин, мы его читаем. Вот он размера порядка b. Ну, на самом деле, вот это b от b до 2b, ну, нормально, да. Мы его читаем. Чтобы его прочитать, мы тратим от единицы нашего времени. Да? От единицы времени, потому что тут, ну, несколько блоков, константа блоков. Мы тратим единицу времени, читаем его. После этого мы определяем, в какого ребенка пойти. Это мы уже делаем внутри RAM, потому что уже вот эта вершина лежит в RAM, и мы уже просто по ней пробежаться и посмотреть, ну, или даже двоичным поиском можно сделать, чтобы соптимизировать, но это не важно, у нас все равно звонок работает. После этого посмотреть, в какого ребенка пойти. Ну, видимо, еще вот в этой вершине у нас хранятся как бы и ключи, и ссылки на детей. Ну, ссылка на детей, это, например, там, в каком месте файла лежит, как бы, начинает лежать его ребенок. Там какой-то размер, видимо. То есть там некоторый протокол, как это все лежит в памяти, в памяти-то у нас все лежит в каких-то объектах и указателях, и поэтому наш язык программирования не может это спокойно сделать. В внешней памяти, к сожалению, не так все хорошо. Там у нас нет никаких объектов, указателей, мы их не создали, ничего не сделали, поэтому там надо некоторым образом руками все это делать. То есть надо какой-то формат файла сделать. Например, формат файла следующий. Сначала записан корень. Как записывается вершина? Записывается число ключей, потом последовательность ключей, последовательность детей. И дети — это просто ссылки, номера мест, ну, то есть номера ячеек в файле, где вершина. А вершина начинается с номера, с числа детей, ну, или с числа ключей, неважно. И мы спокойно сможем это читать. То есть такой технический вопрос диска просто прочитать это дерево. Ну, и тем самым можем в дереве за логарифм n по основанию b поисков сделать. Окей? Собственно, как построить дерево? Ну, надо, чтобы построить дерево, нужно сделать следующее. Ох, ну, там есть некоторые, наверное, проблемы. А, хотя, наверное, проблем не будет. Чтобы построить дерево, наверное, даже за b ключей мы сможем построить. Не с b это 2b, а просто за b ключей. Просто берем наш массив размера n, выделяем каждый, ну, делим на b плюс один кусочек, равномерно просто. Выделили b ключей, их сюда положили, рекурсивно построили для нижних частей. Пока у нас есть хотя бы, там, b ключ. Пока у нас есть больше, чем b ключей. И когда у нас стало меньше, чем b ключей, мы их можем просто в лист положить. Ну, или, видимо, от b до 2b, когда осталось, мы можем их в лист положить. Ну, там надо, на самом деле, то, что она одной глубины нам не важно, важно, что просто высота, она не больше, чем n делить на b. У такого дерева у нас 100 логарифм n по основанию b. Потому что мы равномерно делим, как в двоичном поиске. В принципе, для двоичного поиска такое же дерево можно построить, просто у него глубина будет логарифм n, а не логарифм n по основанию b. Она содержит b-ичный поиск. Окей? Что не точно? Ну, там будет меньше ключей. Но можете сделать в каждом листе от b до 2b ключей. И это ничего страшного в этом нет. Ну, вы просто делите равномерно, но там, возможно, что-то где-то будет побольше на 1. Но это не так страшно, у вас просто есть следующее, что если у вас n вершин, то в этом поддереве у вас высота логарифм n по основанию b. Дальше вы делите примерно поровну, у вас по индукции будет там тоже логарифм n, как бы. У вас максимальный кусок, как бы, он n делит на b, грудь вверх будет. Просто так угляете вверх каждый раз. Тем самым получается алгоритм n по основанию b в высоте. Дубликаты, в смысле ключи дубликаты? Да, дубликаты, ну, они, ну, они автоматически окажутся, я не хочу просто анализировать, что действительно доказывать эту штуку, но они окажутся, как бы, те, что были, они окажутся в листьях, те, что не были, они окажутся на других вершинах. Просто потому, что в любом обходе дерева, которое сначала обходит левое поддерево, потом саму вершину, потом правое поддерево, он так устроен, что каждая нечетная в листе, каждая четная не в листе. Потому что в любом таком дереве, в котором так есть, там, ну, по числу совпадает и по порядку совпадает просто. Это можно просто показать. Вот, так, так устроено, логарифм по основанию b, вот так. Так, ну, теперь вопрос, собственно, когда мы делали скан, и у нас получилось за n делить на b, вот это оптимальный вообще алгоритм или нет? Можно ли быстрее, чем за n делить на b? Как вы думаете? Скан сделать быстрее, чем за n делить на b. Ну, надо как минимум все прочитать. Каждый элемент нужно прочитать, да. А читать мы можем не больше, чем по b. Ну, наверное, если мы все сделали быстрее, чем за n делить на b, то мы прочитали только меньше, чем n элементов, а значит, мы какой-то не прочитали, значит, мы не знаем ответ. Вот. Ну, это был простой вопрос. А сложный? Можно ли алгоритм по основанию b быстрее? Ну, на самом деле, может быть, я здесь где-то собрал. Это b плюс 1, скорее всего, будет сейчас у нас в оценке. Ну, давайте попробуем доказать, что быстрее нельзя. То есть я здесь достаточно так условно все это сделал. Быстрее нельзя сделать. Почему быстрее нельзя сделать? Ну, смотрите, что происходит, как вообще работает любой, ну, опять же, как мы доказывали нижние оценки. Как работает любой алгоритм поиска? Он делает следующее. Он за единицу времени читает из внешней памяти b byte. Порядка b некоторых элементов этого массива. Да? После этого он делает какое-то решение на основании этих b элементов. И дальше тоже что-то читает, дальше что-то делает и так далее. Окей? Ну, смотрите. На основании b элементов массива сколько решений можно различных принять? Вот если вам дали b элементов массива. Что вы можете как бы заключить из этих b элементов массива? Ну, вы можете каждый элемент сравнить с x. Элементы между собой сравнить бессмысленно, мы знаем, что они просто в порядке даны, слева направо. Каждый элемент сравнить с x. Вердиктов у вас будет ровно b плюс 1. Либо x меньше всех элементов прочитанных, либо x меньше всех элементов, кроме первого прочитанного, либо x меньше всех элементов, кроме первых двух прочитанных и так далее, либо x больше всех элементов. То есть всего различных вердиктов b плюс 1 может получиться. То есть вы прочитали какие-то данные из диска и получили один из b плюс 1 исхода. Окей, ну теперь, видимо, если мы нарисуем наше дерево решений, как бы наше дерево решений, оно вот b плюс 1, у каждой вершины будет b плюс 1, как бы, этих исходов. В одном, ну вот здесь b плюс 1 исходов. То есть мы, когда прочитали b элементов, нам сказали, все, что мы смогли сделать, это получить один из b плюс 1 исходов. Ну и получилось такое дерево решений. Ну вот в листе дерева решений мы получили где-то ответ. Ну наша, собственно, задача посчитать высоту дерева, ограничить ее снизу, да? Значит, снизу ограничить самую глубокую вершину. Ну сколько всего листьев такого дерева? Ну их n, да, просто потому что мы либо этот элемент нашли, либо этот, либо n. Вот, n листьев, в каждом листе ровно один элемент мы нашли. У нас есть хотя бы n различных листьев. И у дерева есть n листьев, и у каждой вершины b плюс 1 здесь. Вот, ну получается, что у нас у такого дерева высота хотя бы, ну хотя бы b плюс… Ну, короче, нет, не более чем b плюс 1 исходов в каждой вершине. Поэтому высота у такого дерева, она хотя бы логарифм n по основанию b плюс 1. То есть меньше быть не может в 100. Потому что в каждой вершине детей не больше, чем b плюс 1. Поэтому самая глубокая вершина она вот здесь. Ну, получается, что любой алгоритм, он работает за лог n делить на b плюс 1. Но не по основанию b плюс 1. Ну, а наш алгоритм не более чем в константу раз хуже. Ну, то есть, чтобы его сделать так, надо… Ну, в принципе, у нас так правильно и было, потому что здесь у нас было b ключей, а здесь b плюс 1 детей, да? Поэтому на самом деле это и есть b плюс 1. То есть так и получилось. Это про поиск. Почему у нас… У нас не всего n листьев, у нас хотя бы n листьев. То есть у нас важна нам как бы снизу оценка. То есть у нас есть хотя бы n листьев, значит, у нас высота, она достаточно большая. То есть у нас есть лог n делить на лог b плюс 1. Вот детей не более чем b плюс 1, а этих хотя бы n. Поэтому это ограничение снизу на высоту. То есть, в принципе, могло бы у каждой вершины быть типа 2 ребенка. Тогда, ну, это все еще больше или равно. Был бы логарифмин в основании 2, да? Ну, а здесь у нас хотя бы b плюс 1. Ну, не больше чем b плюс 1 листьев. Поэтому хотя бы такая вот стабильность. Так, ну, это с поиском. Ну, давайте. Что еще есть такого? Ну, про сортировку можно поговорить. Собственно, мы сейчас познакомимся просто с некоторыми как бы способами, что делать. Но, собственно, первое, видимо, правило было, что надо данные, которые мы читаем, держать более-менее рядом. И кучкой по b, чтобы мы их могли прочитать все и выполнить что-то максимально, что можно. То есть важно, чтобы некоторые данные, они рядом лежали, чтобы мы их почитали и по ним делали какие-то выводы. Давайте про сортировку поговорим. Собственно, сортировка, задача. Ну, вот. Собственно, у нас такая же задача. Есть массив. Надо его упорядочить. Ну, если раньше нам не надо было ничего особо записывать, кроме принта, то здесь надо и как прочитать массив, так и записать. Ну, прочитать и записать — это в разные файлы. Мы считаем, что у нас, вообще говоря, внешняя память, она бесконечная теоретически. И поэтому мы можем там сколько угодно много занимать. На самом деле мы не можем... Ну, да. Мы не можем особо много занять, просто потому что, чтобы много занять, нужно много поисков сделать. И поэтому это на наше время как-то повлияет. Окей, сортировка. Ну, мы знаем некоторые методы сортировки. Ну, вот один из методов сортировки мы можем легко применить к внешней памяти — сортировка слиянием. Если мы будем делать просто сортировку слиянием, как мы обычно делали, мы, видимо, получим время работы. Ну, сортировка слиянием, она такая хорошо так устроена, она данные подряд берет. Поэтому в целом мы сможем сделать вот какое-то такое время. То есть вот это легко получается. Как такое легко получается? Ну, смотрите, мы, во-первых, можем делать, ну, как обычно делаем сортировку слиянием, рекурсивную. Если наш массивчик стал размером не больше, чем b, его просто отсортировать за 0. Да? То есть на самом деле нам надо сливать дерево, в котором n делить на b листьев. Согласны? То есть нам надо сливать... Вот, если там какая-то штука получится. В каждом листе у нас по хотя бы b элементов. Ну, а дальше, как, собственно, у нас все происходит, мы берем и начинаем сливать. Слияние у нас происходит за n1 плюс n2 делить на b. Потому что у нас есть один массив размера n1, n1, n1 больше равно b. Это важно. Второй массив размера n2. n2 тоже больше равно b. Это тоже важно. И дальше мы, как обычно, двумя указателями идем, сливаем. Ну, и, собственно, мы один массив прочитаем за n1 делить на b. Второй массив за n2 делить на b. Вот получится, что такое время. Ну, и тем самым у нас получится, что каждый элемент, он слился по одному разу на всех уровнях. Уровней... О, кстати, даже уровней. Уровней можем вот так, надо сделать. Уровней логарифм n по основанию... Логарифм n делить на b по основанию 2. И на каждом уровне мы по всем элементам пробегались. Но по всем элементам пробегались в среднем за 1 делить на b. Потому что они, как бы, мы их блоками читали, а блоки размера хотя бы у нас всегда есть. Поэтому вот за 100 работает. То есть за 100 работает уже тупой мерш сорт, в котором мы проверяем, что если наш массив достаточно маленький, то его просто память отсутствуем. На самом деле даже можно еще чуть лучше. Вот это можно не больше равно b, а там сделать, чтобы порядка размера памяти было. То есть если память влезает, то посортировать такого размера. Тогда как изменится здесь время работы? То есть если мы рекурсивно делаем, но когда наш пассив вмещается в память, мы его в память отсутствуем. Где? Тут просто 2b. Это важно, на самом деле. Чтобы понимать, давайте вот этот вопрос хороший, потому что вы поняли, что действительно так просто это не улучшить. Но это, скорее всего, мы не сможем так просто улучшить. Ну, вот здесь только на m заменится. Почему так? Ну, собственно, это повлияет только на высоту дерева. На каждом уровне мы все еще за n делить на b будем делать. У нас все еще n элементов, мы каждый будем сливать. И за n делить на b, потому что мы в среднем за 1 делить на b читаем каждый элемент. У нас память достаточно большая. То есть у нас m сильно больше, чем b, поэтому мы можем 2 буфера сделать. Один буфер для одного массива, один буфер для другого массива. И читать их параллельно. И как бы вот. Но для этого нам надо, чтобы память была хотя бы в 2 раза больше, чем b. Ну, обычно это и есть. Вот. Но на самом деле эта оценка сильно хуже, чем то, что есть. Чем оптимальная оценка. То есть мы можем сильно улучшить. Но первое, как бы такое, и, видимо, последнее, самая главная оптимизация, что на самом деле можно сливать не по 2 массива, а по много массивов сразу. Вот что нам мешало в сортировке слиянием раньше сливать не по 2 массива, а, например, по 10. Можете рассказать? Почему мы ее на 2 делили? Чего долго? Минимум долго выбирать, да. Ну, у нас минимум, как бы, в RAM минимум выбирался за, как бы, за то, сколько массивов времени. Здесь у нас, если все в RAM лежит, то за 0. В целом. Это первое. Но второе, на самом деле, на практике, если про практику поговорим, на практике это не 0. На практике все еще CPU есть и RAM есть. На практике, если у нас есть много массивов, и мы хотим их сливать, то можно все первые элементы массивов сложить в какую-нибудь приоритетную очередь и из приоритетной очереди брать минимум. То есть, если у нас есть, например, не 2 массива, а там много массивов, у каждого массива есть свой указатель. Изначально они все на начало указывают, да. И надо среди всех этих элементов выбрать минимум. Потом удалить этот минимум и добавить новый элемент. То есть, вот если здесь минимум, то надо добавить еще новый элемент. То есть, собственно, приоритетная очередь это умеет. Удалить минимум, посмотреть, откуда, как бы, этот минимум, перейти указателем сюда и добавить новый элемент. приоритетной очереди, то снова дарить минимум и так далее. То есть на самом деле на практике это можно сделать, ну, не за единицу времени, как это в мерш-сорте. То есть мерш-сорт, он, скорее всего, ухудшится. То есть там еще лишний логарифм добавится. Вот. Если мы именно в RAM посмотрим, теоретически он ухудшится. Ну и на практике скорее всего тоже. Но я не уверен. Не пробовал. Просто потому, что вот эти все операции там с приоритетной очереди, они некоторое большое время занимают, некоторый оверхед есть. А по сравнению сочетения с диска, наверное, это все-таки не является оверхедом. Большим таким. Ну так вот. А здесь мы это делаем за ноль. Поэтому, наверное, можем пытаться делить массив не на две части, а на сколько? На сколько частей можем делить массив? m делить на b, это очень разумно, да. Почему m делить на b? Потому что у нас есть m памяти, и мы одновременно сможем сливать m делить на b массивов. Больше мы не сможем сливать, просто у нас буферов на все массивы не хватит. Все, что нам надо, чтобы слияние сделать, это надо на каждый массив создать по буферу размера b и его читать. Вот этот буфер, а потом уже работать как бы в памяти. Как только буфер закончился, в этот буфер заново прочитать следующий кусочек массива и так далее. То есть нам нужны в памяти буферы. Но еще нам нужна некоторая другая информация, но она вся не как бы единичная. Да, там некоторая информация про то, где массивы, там что-то мы создали. Это все, это все оно как бы небольшое. Самое большое это буферы. Поэтому мы можем merge sort немножко переделать. Переделываем его следующим образом. Мы здесь делаем m делить на b детей. У этой вершины снова делаем m делить на b детей и так далее. Пока что не стало. То есть в листьях тут у нас ну, наверное, пока мы делимся, в памяти особо хранить ничего не нужно. Ну, наверное, здесь можно порядка m все еще памяти порядка m элементов оставить и их собственно, когда мы пришли здесь, это очень мало элементов осталось. Все это в памяти отсортировать и положить на диск. Окей? Получается следующее, что высота деливана логарифм n поставить. Теперь на 1 логарифм по основанию 2 от n делить на m. Теперь у нас n делить на m листьев. Но высота у нас теперь каждый раз делится на m делить на b. Поэтому высота дерева она теперь логарифм n делить на m по основанию m делить на b. Как гениально. Вот. Ну, а на каждом уровне у нас все еще происходит за n делить на b слияние. Надо просто их все прочитать и они там сольются. Вот. Ну и это понятно? Как получилось? Ну и собственно, как на практике все происходит? На практике у нас числа примерно такие, что b это какого-то шестого порядка, да? А n ну, какой массив? Ну, например, хотим отсортировать массив размера какой-то? 10-12. И тогда m порядка 10. А память у нас бывает порядка 10-9. то есть примерно такие у нас числа, если на практике. То есть сортировать больше, чем терабайты данных, ну, там обычно не хочется. То есть еще один порядок мы, в принципе, выдержим, от этого ничего и поменяется. Но важно следующее, что смотрите, m делить на b это 1000. да, мы вот можем по 1000 штук брать. И если мы на один раз в глубину пошли, один раз в глубину пошли, мы разделили массив на 1000 кусочков. И массив стал размером 10-9 порядка. Ну, и тогда уже можно память отсортировать. То есть на самом деле на практике глубины больше, чем 2 не бывает. ну, то есть оно бывает, понятно, можно больше, но даже такое, ну, оно просто ну, это, короче, считать, что не бывает. Вот тут терабайт данных. Терабайт данных отсортировать, нужно так сделать. Ну, и обычно данные все-таки они не один байт занимают. Один байт не интересно отсортировать. Один байт различений мало, как бы. Поэтому на самом деле тут как бы если у вас здесь 12 элементов, то они обычно занимаются сильно больше, чем терабайт. Потому что у вас ну, они достаточно различные должны быть, что просто мы их подсчетом там нет, все, или еще чем-то. Вот. Такие дела. То есть на практике все-таки два уровня. Бывает часто и все. ну, рассматривать, почему мы не можем быстрее. Что-то я не очень готов сейчас. Но говорят, что эта оценка оптимальна. Люди доказывают, что эта оценка оптимальна и действительно так делают. Более того, как бы в науке известны другие алгоритмы сортировки, которые у нашей памяти работают. Например, кусорт можно так же сделать. Ну, как так же, в смысле. Кусорт тоже хороший. У него там партишн, он тоже за как-то N9AB делается. И дальше надо просто рекурсивно что-то сделать. И в целом кусорт тоже переделывается из обычного алгоритма в алгоритм для внешней памяти. Ну, это так просто общая история. Но в целом вот так сортировка работает. Окей, давайте немножко про кэш обливис тогда поговорим. Много мы сегодня не обсудим. Наверное, на семинаре чуть-чуть обсудите и сортировку воспользуйтесь. Вообще говоря, сортировка единственная хорошая штука. Например, даже чтобы в графе там кратчайшие пути поискать или чтобы просто графе обойти и поискать эти компоненты связности. Вот, ну, задача компонентах связности в внешней памяти она уже супернетривиальная. Кратчайший путь поискать в неориентированном графе невзвешенном, но тоже не очень тривиальная, но попроще. И они все используют сортировку. То есть вообще говоря, сортировка это единственный метод, вообще говоря, что они делают в внешней памяти. почему это единственный метод? Потому что если данные у вас лежат не рядом, то надо их положить рядом. А положить рядом какие-то данные это хороший способ почему-нибудь их отсоптировать. И собственно в чем как бы хорошесть рама и в чем как бы польза рамы в том, что мы можем по одному списку пробегаться, а во второй список как-то индексироваться. Этот индекс у нас способ индексироваться пропадает, потому что мы индексироваться теперь не можем, теперь индексироваться стоит слишком дорого. Ну вот способ как-то два множества данных объединить между собой, он устроен, как бы его базовая такая часть устроена через сортировку. То есть там как-то делаются пары, сортируются, очень похоже на то, как в базовых данных. В базовых данных происходит join. То есть вы знаете. Ну ладно, давайте мы перейдем к кэш-обливиус модели. Собственно, кэш-обливиус модель чуть-чуть сложно, наверное, с первого раза понять, что происходит, но еще раз, у нас есть идеальный кэш, который знает, что будет в будущем. Мы не знаем ни размер кэша, ни размер блоков, которыми читают, ни размер страниц, так сказать, B, мы не знаем, но мы хотим, чтобы у нас как-то побыстрее работал. Не зависит от того, какой кэш, ну кэш идеальный, не зависит какой размер кэша, не зависит от того, какой размер числа байта. То есть, если здесь мы сами управляли еще памятью, то теперь за нас управлять памятью будет кэш, ну как бы, память внутренней, кэшом, будет управлять сам кэш, и нас это не интересует. Мы не знаем, что он просто идеально управляет. Окей. Что будем делать? Ну давайте про скан поговорим. Со сканом все остается так же легко. какой бы у нас не был кэшка, не был размера, мы все еще можем просто слева направо по массиву пройти. Ну можно и справа налево, но неважно, слева направо. Вот. И как быстро будет работать? Вне зависит от того, какой кэш, ну не зависит от того, какой размер кэша, это всегда будет работать за n-зит на b. То есть, мы b это само не знаем, но оно работает за o от n-зит на b. Ну потому что просто он, когда он читает, он кэширует b подряд идущих данных, ну и тогда он следующие b как бы за ноль прочитает. Поэтому в среднем за 1-зит на b прочитается все. Понятно? Вот. Ну с принтом такая же история. У нас есть некоторый буфер. У нас как бы с принтом чуть-чуть сложная история с тем, что понимать вообще как происходит. Когда мы говорим принт какое-то число, у нас, нет доступа к кэшу, у нас, когда мы говорим принт какое-то число, он его не сразу кладет на диск. То есть, это надо понимать. То есть, он кэш, он своеобразный такой, он говорит, вот я пока сюда положу, а потом, когда у меня, когда у меня либо место закончится, либо что-то, я сброшу на диск вот эту страничку. И в целом нас интересует только результат в конце работы. то есть, принт, он на самом деле не суперчестный. И вообще говоря, у нас тоже он был нечестный. Мы сначала принтили в RAM, а потом уже большим куском принтили все на жесткий диск. То есть, когда вы делаете принт, он не сразу появляется. В операционных системах на практике все то же самое происходит. Когда вы пишете, когда вы вводите что-то куда-то там на диск, там файл, например, то на диск ее не сразу появляется. Более того, часто бывает такое, что ваша программа что-то повыводила. Она все, что она делала, она повыводила. При этом она это сделала супербыстро. А потом она завершалась супердолго. Вот она завершалась, это синхронизировался диск. Он как бы из кэша или оперативки или из кэша диска сбрасывался на сам диск. И такое часто происходит. То есть, на самом деле, вы можете программу запустить, она может супербыстро написать, как бы, например, у нее в основном лог ведется, она супербыстро лог записала, сказала, я все записала. На самом деле, пока она не завершится и пока не синхронизируется диск с моими кэшами и с кэшами персональной системы, ничего не запишется на диск. На диске, на самом деле, ничего нет. И это просто на практике реально так устроено так быстрее просто. Ну, и то есть, вообще говоря, ваша программа не должна, ну, во-первых, по-хорошему, ваша программа не должна ждать, пока диск там что-то запишет себе. Ей она отдала записывать, а когда уж там диск запишет, это не ее проблема. Программа не должна ждать. Она, как бы, сказала, запиши, ну, она запишет когда-нибудь. Если вам надо будет прочитать оттуда, ну, диск и операционная система разберутся, они, как бы, скажут, что, ну, вообще-то сюда кто-то что-то записал, вот вам вот те данные, которые он сюда записал, и подпросят те данные, которые, возможно, на диске не лежат, но они должны лежать. Просто так быстрее. Вот. Окей. Так вот. Наверное, можно что-нибудь про сортировки сказать, да? Скажешь обливец модели. Мне кажется, что вот эта сортировка, которая у нас была, она не сработает. Потому что здесь нам было важно, что мы выделили сколько-то блоков памяти, и мы знали M делить на B, и вот это M делить на B получить сходу будет сложно. Ну, на самом деле, наверное, весь остаток пары мы потратим на то, что мы пытаемся сделать поиск. Шаблевец модели, потому что поиск тоже мы не сделаем так легко, потому что мы не знаем B. Так мы не знаем B, мы не можем это дерево построить, оно должно в каком-то другом виде храниться. Оказывается, существует такое дерево, которое на, ну, которое положено на диск в каком-то странном порядке, так что, если по этому дереву спускаться, то мы сделаем немного промаха в кэш. Сейчас, собственно, мы это изучим. То есть и поиск, и сортировку в кэш-облевец модели, как сделать точно так же у нас не получится, в отличие от скана. Ну, кстати, сортировка, мне кажется, что... Я не уверен, насколько сортировка... В сортировке единственная проблема, что мы не можем сразу мерзлить по много. Но, как минимум, N поделить на B мы можем легко. Если мы обычный merge sort сделаем, вот ту оценку N делить на B логарифм по основанию 2, M делить на B мы сделаем легко. Просто... То есть вот эту оценку легко показать, что, вообще говоря, обычный алгоритм сортировки, он вот за столько работает. В кэш-облевец модели. Почему так? Ну, потому что когда вы спустились и у вас массив стал размера M, у вас все помещается в кэш и вы просто сортируете за 0. Вот. А после этого вам надо... Ну, там, все мерзли, даже просто... Простая реализация алгоритма, она просто сортирует за 0, потому что у вас кэш такого размера. M теперь у нас размер кэша. Вот. А все, что выше, оно использует память и там много кэш-промахов, но кэш-промахов их N делить на B на каждом уровне, потому что вы каждый раз читаете кусочек массива и делаете. И тогда, если двоичное дерево сделать, как обычный мерзшорт просто реализуете, вот обычный мерзшорт работает в кэш-облевец модели вот за столько. Понятно почему? Просто кэш-облевец модель, на самом деле, так как нам не надо ничего менеджить, это просто обычные, как бы, алгоритмы, где у нас есть специальный, как бы, черный ящик, который имеет кэшировать, к которому мы обращаемся, чтобы память посмотреть и, возможно, он нам даст из кэша. Вот. С поиском поделить на B или поделить на log B у нас, к сожалению, не получится так легко. Давайте поделим на log B. Сейчас мы сделаем двоичное дерево, но со странной нумерацией. Покажем, что на самом деле некоторые элементы, лежащие недалеко друг от друга, они будут читаться часто. Подряд просто будет часто читаться. Подряд, не подряд в смысле, а в одно, как бы, в один проход. Ну, смотрите. Ну, во-первых, сотворить какое-нибудь двоичное дерево из вот этих чиселок, а 1, а 2, и так далее, а 3, а n, легко. Мы просто любое двоичное дерево поиска построим, как мы умеем, и вот в него будет двоичное дерево поиск. Поиск в этом двоичном дереве в наших любых моделях он сверху ограничен log n по основанию 2, просто то, что это 100 дерево такое. И, в принципе, когда мы спускаемся, мы в случайное место в памяти тычемся, и будет кэш-мисс, скорее всего, поэтому логарифм n по основанию 2. Но, так как мы никак не не контролировали, вообще говоря, построение дерева и где каждая вершина хранится, то у нас проблема. Сейчас мы проконтролируем, где каждая вершина хранится. Давайте пронумеруем вершины дерева по такому правилу. Давайте, пусть у нас, ну, наверное, для простоты мы будем считать, что у нас есть такое полное двоичное дерево. Ну, и для простоты ну, для простоты всяких штук, пусть она будет, в нем будет 2 в степени 2 в степени k вершин. То есть, такое сверх степень двойки. в нем будет вот столько вершин, а высота будет степень двойки. Имеется в виду, что высота у него 2 в степени k. То есть, такого порядка вершин высота будет 2 в степени k. Ну, например, вот это, видимо, 4. А, нет. Он, видимо, ладно. Надо бы побольше что-нибудь нарисовать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вершинок. Ах, нет, ну, высоты еще больше я не смогу нарисовать. Ну, ладно. Мы можем легко представить, что здесь есть еще там какой-то... Собственно, нам надо, видимо, по по ребрам на две части поделить. Будет вот так, наверное. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот шесть. Ну, шесть это не степень двойки. Ну, ладно, пусть будет шесть. Ну, мы так считаем просто для простоты, чтобы понять. Но на самом деле для любого примерно так же с округлением сработает. Окей, давайте следующее правило. Давайте, вот пусть у нас есть дерево, у него есть какая-то 100h. Давайте возьмем все вершины, у которых высота, ну, глубина не больше, чем аж пополам. То есть, это некоторая верхняя такая половинка, да? Так, возьмем. Ну, тут еще есть вот кусочек дерева, который я не дорисовал. Вторая половина. Там не половина. Ну, вот сверху здесь у нас два в степени аж пополам вершинок. Вот я все не точно рисую, я считаю, а порядок. Окей? И снизу, а снизу сколько? Ну, снизу два в степени аж минус два в степени аж пополам. Но на самом деле это, если мы так рассмотрим, то вот здесь давайте мы в листьях лучше посчитаем. Будем считать, что два в степени аж пополам это число листьев. Это вроде разумно. Вот у этого под дерево, вот у этого, у него листья в два в степени аж пополам, потому что высота аж пополам. Такая высота аж пополам. Тогда, если здесь у нас два в степени аж пополам листьев, то на них подвешены еще деревья. Каждый из них подвешено дерево, у которого высота тоже аж пополам. А вот здесь высота тоже аж пополам. То есть получается, что у нас есть два в степени аж пополам деревьев высоты аж пополам. Ну и получается, что вот здесь дерево такое большое, здесь дерево такое большое. Они не пересекаются, это у меня так просто получается. Ну и так далее. Вот столько деревьев аж пополам. Ну и как бы тут, так как я что-то не туда округлил, но, короче, получается, что у нас вот эти вершины, которые листья, они два раза учились, ну и суммарно там примерно 2 в степени аж пополам в квадрате вершинок. То есть у нас на самом-то деле деревьев 2 в степени аж пополам плюс 1, потому что есть эти нижние и еще одна верхняя. Короче, вот так дерево делим на, если всего n вершинок, то примерно на корень из n частей в каждом, по корень из n вершинок. То есть это вот так прям получается. И вот эти все деревья выделенные, они примерно одинакового размера, но они одинаковой высоты и они полные. Что дальше? Дальше действуем по следующим алгоритмам. Давайте, как занумеровать вот это все дерево? То есть занумеровать, значит, каждой вершинке номер предоставить, и мы потом в таком порядке по номеру положим их просто в памяти внешне. Как сделаем? Ну вот чтобы занумеровать все дерево, мы сделаем следующее. Разделим вот такие кусочки, а потом занумеруем рекурсивно верхнюю часть, рекурсивно занумеруем первую, вторую, ну и так далее, слева направо. Чтобы вот эту верхнюю часть, когда рекурсивно будем нумеровать, ее тоже на две части поделим. Тут некоторая есть часть и тут как бы. У меня не пополам примерно получилось, но неважно. Ну и чтобы занумеровать каждую из этих частей, тут тоже рекурсивно как бы нумеруем это, потом это, потом это. Здесь нумеруем вверх, низ, низ, вверх, низ, низ. Чтобы вверх, низ, низ нумеровать, там тоже рекурсивно так нумеруем. Короче, давайте какое-нибудь маленькое дерево построим и его занумеруем. Так, слишком маленькое дерево получится, мне кажется. Давайте-ка мы в какое-нибудь другое, в другое место не нарисуем это дерево. Ну, я тебя сразу просто числа будут напишу. Ну, видимо, ну да, видимо вот такое дерево. Один, два, три. Кстати, интересно. Я почти все правильно сказал, но здесь еще вот эти листья висят. Поэтому, наверное, хорошо бы не… Так, сейчас у нас получилось, что мы два раза занумерали вот эти вершинки. Поэтому, ну, в принципе, чтобы корректно была нумерация, надо, видимо… Sorry, чтобы корректно была нумерация, надо все-таки взять у этих вершин их детей и каждую из них отдельно. То есть, чтобы каждая вершина ровно в одну попала. Все-таки это важно, чтобы нумерование работало. Короче, мы берем верхнюю половину. Сначала ее нумеруем, потом берем их детей. Вот у них есть еще тут дети. Тут как бы вершинка, вершинка, вершинка. У них есть дети. Вершинка, вершинка. Вершинка, вершинка. И вот здесь тоже пусть дети есть. Так, сделаем. И отдельно нумеруем вот этих 6 детей. Ну, вот рекурсивно нумеруем эту. Чтобы это занумеровать, мы поделим на две основные части. Вот такое дерево, такое дерево, такое дерево. Нумеруем 1, 2, 3. Потом надо занумерать это дерево. Чтобы это санумеровать, мы сначала идем вверх. 4, 5, 6. Здесь там 7, 8, 9. Здесь 10, 11, 12. Здесь 13, 14, 13. Понятно, как нумерация происходит? Ну, то есть, тут как бы точно какие числа не определено. То есть, вы можете там зависеть от того, либо здесь округлять вверх, либо здесь округлять вниз. Вот. Но важно, что вы разделили примерно пополам верхнюю часть и всю нижнюю часть, которая там, каждое из них дерево, оно тоже надо занумеровать. Ну, и рекурсивно нумерую сначала вверх, а потом весь низ слева на правую. Как такая нумерация вообще помогает? Вот, оказывается, теперь, вот если просто с такой нумерацией вы спуститесь по дереву, то у вас будет не больше, чем логарифм n по основанию b кэшпрома. Осталось понять, почему так. Ну, смотрите, вообще, что за такое дерево? Ну, у вас, вот так вы сделали рекурсивно, зонумеровали. Вот, чтобы это зонумеровать, вот это большое, как бы, половину дерева, ну, не половину дерева, как бы вот эту верхнюю половинку, там вы тоже разбили на кусочки, внутри, внутри, внутри и так далее. Вот давайте мы так мысленно сделаем следующее. Изначально у нас есть одно большое дерево, мысленно возьмем все куски, которые у нас есть, и разобьем на вот, на следующий уровень. То есть, это еще не имеется в виду, что вот у нас было вот все дерево, а следующий уровень мы разделили на две части, верх и низ, и разбили вот на такие блоки. Вот будем так разбивать, пока у нас блоки не станут порядка b. Окей? Когда у нас блоки стали порядка b, у нас следующее происходит. У нас есть корень, здесь есть примерно b вершинок. Примерно b вершинка, значит, порядка b листьев. Ну, потому что листьев, их примерно столько, сколько к рюшинам, там в два раза больше, возможно. Значит, здесь есть где-то, ну, ну, ладно, порядка b вершинок, значит, здесь b пополам листьев, значит, у них суммарно b детей, потому что у каждого по два ребенка. Значит, здесь образовалось еще b деревьев таких. b деревьев в каждом из которых примерно бы вершинок ну вот то есть у этого дерева у него есть б детей потом у этих вершинок у них у каждого тоже есть по бы детей и так далее получилось такое дерево такое дерево из деревьев у каждого дерева по бы детей кроме листья кроме деревьев листья понятно здесь вот мы поделили вот так по три вершины вот у нас образовалась здесь три вершины, у него 3 пополам детей, это 2 ребенка. У каждого из них по 2 ребенка всего 4 вершины и еще 4 дерева. У каждого из них, если бы тут еще дальше было бы, снова было бы по 2 ребенка. И у каждого дерева было бы по 4 ребенка. Ну вот здесь у каждого как бы дерева такого пола. Дерево вот здесь всего B детей. А внутри одной, одного вот такого кусочка дерева В ней вершины идут подряд Нумерация Потому что мы рекурсивно номеровали Когда мы номеровали Все дерево, мы в какое-то момент время Рекурсивно спустились в эту точку И ее начали номеровать Сначала ее занумеровали в верхнюю часть Левую и так слева направо Поэтому здесь все номера идут подряд В каждой такой кусочке номера идут подряд Ну все, теперь давайте посмотрим на какой-нибудь путь Путь как устроен Сначала идет до листа Потом переходит до листа Идет следующее дерево Потом идет, 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 доходит до листа Потом следующее дерево и так далее Так доходит до какого-то листа Посмотрим как бы путь до листа Как он устроен Он идет сначала по одному дереву Потом в другое дерево В каждом дереве элементы идут подряд Их там порядка B штук Поэтому от единицы Кэшмисов будет Окей? В каждом кусочке будет от единицы кэшмисов Сколько всего таких деревьев на пути? Но каждое дерево в нем порядка B вершинок Оно двоичное, оно полное Поэтому его высота Она логарифм B По основанию 2 У каждого дерева высота логарифм B По основанию 2 То есть мы сначала делаем логарифм B По основанию 2 шагов вниз Переходим в другое дерево Логарифм B по основанию 2 шагов вниз Переходим в другое дерево и так далее Ну все Общая высота, которую мы прошли Она логарифм N по основанию 2 Кэшмисы случались на каждую через каждый лог B по основанию 2 шагов. Поэтому всего кэшмиссов вот столько. Да? Нет? Да? Все. Вот поэтому так получилось. Но меньше сделать нельзя, мы доказывали. Для кэша обливис то же самое работает. Метод, что если мы по B читаем, то у нас нельзя просто. Вот такая нумерация называется нумерацией 1MDBOS. Это я так думаю, что это связано с некоторой структурой данных, которую, собственно, 1MDBOS придумал. Структура данных, которая дерево делит на две части, или верхнюю половинку и нижнюю половинку. И такое дерево поиска для чиселок, которое не залог n работает, а залог log от максимального числа. Ван МDBOS придумал такую структуру данных. Это одна из таких структур данных, которая умеет делать дерево поиска, ну, какие-то такую же штуку, как дерево поиска, но только для чисел. То есть для чисел, оказывается, иногда, если числа не очень большие, можно сделать лучше, чем логарифм. Потому что мы можем данные. Ну, это, собственно, как мы сортировку можем сделать лучше для чисел, в отличие от объектов, которые мы просто умеем сравнивать, так и можно некоторых деревьев поисков сделать лучше. Но вот нумерация ван МDBOS, вот это называют. И, собственно, она кэш обливается. Ну, поэтому, например, если вы делаете какое-нибудь дерево, то и вы его, ну, например, кучу, давайте так, кучу. Вот если вы двоичную кучу сохраните вот с такой нумерацией, то, возможно, будет быстрее. Просто потому, что у вас кэш будет попадать чаще. Когда вы в куче идете куда-то, вы всегда идете сверху вниз, поэтому у вас кэш будет подать чаще. Такая история. Да, конечно. Нет, нумерация тут все еще подряд, потому что... Смотрите, как... Давайте... Ну, возможно, не до конца было понято, как мы эти кусочки набрали. Кусочки мы сделали следующим образом. Вот изначально у нас было дерево. Ну, то есть теоретически. У нас изначально было дерево. Потом давайте мы перейдем на уровень следующий. Мы разобьем на верхнюю часть и нижнюю часть. Вот такие кусочки. Потом снова каждый из этих кусочков разобьем. Так будем разбивать, пока все кусочки не станут размером меньше B. Окей? Да, да, мы не строим их конкретно, а мы именно вот разбиваем так, как разбивал наш алгоритм нумераций и разбиваем так, пока все размеры больше, пока есть размеры больше, чем B. Только все размеры стали меньше, чем B, то... Ну, да, это, видимо, я не очень правильно говорю, меньше больше B. Надо, чтобы все были порядка B. Чтобы, во-первых, и высота была алгоритм B, и чтобы у нас... Ну, и чтобы все хорошо было. То есть там, видимо, для обычного дерева, кроме листьев, можно будет всегда так сделать. Мы не знаем и M, и B не знаем. Вот мы... Это все в теории. То есть мы... Вот если бы мы знали B, то в теории можно так разбить и показать, что так все будет. А на практике нам надо просто посоздать такое дерево, применить такую нумерацию и потом, ну, как-то, видимо, запомнить, кто у кого ребенок, у какого номера какой ребенок, тоже какого номера, и потом по нему спускаться. Ну, вот и... На практике нам не нужно понимать, вообще говоря, что там какой B. Мы просто строим такое дерево, вот так нумеруем рекурсивно. Ну, а будет оно работать, потому что давайте мы вот так в теории разобьем, вот так в теории разобьем и посмотрим, наш алгоритм, он просто будет как-то идти по дереву вниз. Посмотрим, когда у нас будет переходить из дерева в дерево. Вот каждый раз, когда будет переходить, у нас, мы бы считаем, что у нас некоторый кэшмиц происходит. Пока внутри дерева, кэшмицов не происходит. То есть это в теории. Так, но на практике у нас алгоритм, он такой же остается и для всех B он работает. Вот какое... Вот вы мне можете дать B, я для него могу так же дерево разделить и показать, что тот алгоритм, который работал, он будет работать за алгоритм N по основанию B именно того B, который вы мне дали. Какое бы B ни дали, всегда можно такую операцию сделать. Нет, нет, еще раз, нет. На практике мы строим, это все только доказательства, на практике мы строим дерево двоичное, обычное, и делаем для него процесс перенумерации. Процесс перенумерации, заметим, не зависит никак от B. Процесс перенумерации, он перенумеровывает все, он рекурсивно идет вплоть до одной вершины. Понимаете? Вот как процесс перенумерации здесь был устроен, это было понятно? Мы хотим все дерево перенумеровать, для этого мы рекурсивно спускаемся сначала в верхнюю часть левую, среднюю, среднюю, правую, и там делаем то же самое, там тоже спускаемся в верхнюю часть левую, правую, и нумеруем 1, 2, 3, пока мы в одной вершине не оказались. Так занумеровали, так у нас получилась вот такая нумерация дерева. Просто по нему спускаемся, 1, 2, 7, 9. Просто это вершина в ячейке 1, это в ячейке 2, это в ячейке 7, это в ячейке 9. 1 и 2, и 7 и 9, они друг с другом близко, а 2 и 7, они далеко как бы. Поэтому здесь происходит вот один кэш-мисс, когда мы с 2 в 7 переходим. Да. Смотрите, теперь давайте мы, теперь давайте исследование проведем, собственно, поймем, почему это быстро-быстро. давайте мысленно-мысленно возьмем наше дерево и будем рекурсивно спускаться параллельно во всех деревьях. То есть у нас изначально одно дерево, но когда мы первый раз спустились, у нас стало вот 5 деревьев. Потом мысленно будем спускаться. Мысленно спускаемся, пока все деревья не стали порядка B. Когда все деревья стали порядка B, мы можем некоторую оценку сделать. Посмотреть на путь, и через каждый лог B шагов у нас будет кэш-мисс. Понятно? Вот эта история, она была именно мысленная. И какой бы вы мне B ни дали, я для любого могу показать, что такая оценка будет. Собственно, в этом кэш-обливиус моделей состоит, в том, чтобы, видимо, все делать мысленно, когда нам дали B. Но B мы не знаем, а хотим придумать такой алгоритм, который для любого B сработает. Возможно, это чуть-чуть, возможно, чуть сложный концепт по сравнению с тем, что был для внешней памяти. Для внешней памяти вроде простой концепт, это там просто чтение, и там мы всем сами управляем. Но у этого есть польза с тем, что, во-первых, как бы на практике нам не надо никакой памяти этой штукой управлять, а в теории нам надо оценивать именно для всех B. Это чуть сложнее. Поэтому кэш-обливиус алгоритмы, они посложнее, чем в внешней памяти обычно. То есть придумывать, например, именно поиск, вот это был, ну, вот это супернетривиальная идея, как можно понять, да? В сравнении с B-деревом, где мы просто на B кусочков делим, вроде бы, ну, такая не очень сложная идея, просто сохранить B-ключей подряд, чтобы мы их могли сразу прочитать. Здесь мы ничего не знаем, ничего не можем, и вот такая какая-то сложная структура, оказывается, нас привела к тому успеху. Вот. Наверное, на этом можно закончить. Можно какие-нибудь вопросы задать? еще, если есть. Ну, у нас так просто получается, что наш алгоритм, который спускается вниз, он сначала путешествует по дереву, которое содержит корень. Тем самым, можем заключить... Он просто читает просто подряд, да, вот так спускается, 1, 2, 7, 9 спускается. Он как бы не думает о том, подряд он читает или не подряд. Просто у него так оказывается, что если бы B-мы знали, то он подряд читает вот именно в том дереве. Да, да, да. Да, да. Просто так получается, что те, которые вот в таком дереве, они рядом оказываются, и он как читает. Но на самом деле, как бы алгоритм об этом не задумывается.